коллеги всем привет это национальная ассоциация аукционных брокеров и я павел куксенко в рубрике юрист на час сегодня разберу одну очень щепетильную историю которая произошла на нашей базе недавно а ситуация заключается в том что одна из наших соратниц при прохождении подготовки столкнулась вполне рядовой для нас ситуации но нет вполне рядовым вопросом вопрос звучал так уважаемые кураторы обращался на именно к ним подскажите пожалуйста вот мне необходимо сейчас участвовать в торгах по приобретению недвижимого имущества и мой вопрос состоит в следующем мне необходимо получить согласие моего супруга вопросов нет муж есть он на связи но находится он сирийско-арабской республики за пределами россии что мне делать как же быть мы с вами знаем что сейчас большая часть россиян прибывает в сирии что они там делают мы тоже знаем поэтому ответить на ее вопрос сразу не получилось но мы вспомнили что где-то мелькала статейка в гражданском кодексе где собственно были разложены некоторые нюансы об особенностях нотариального заверения в случае отсутствия нотариуса где-то под боком так вот коллеги в статье 185.1 в пункте 2 под пункте 2 написано следующее доверенности военнослужащих а в пунктах дислокации воинских частей соединений учреждений военно-учебных заведений где нет нотариальных конторы других органов совершающих нотариальные действия также доверенности работников членов их семей членов семей военнослужащих которые удостоверены командиром начальником этих частей соединения учреждения или заведения короче говоря если прям по русски и доступным языком то вместо нотариуса эти действия может осуществить командир части командир бригады ну короче тот самый человек который является руководителем дислокации где находится военнослужащие пользуйтесь друзья также я понимаю и знаю что в нашей стране от суммы от тюрьмы и от кредита не зарекайся может произойти всякое друзья поэтому в случае если вам нужно получить какую-то доверенность какое-то согласие супругу супруги которые находятся за пределами дома в местах как принято говорить не столь отдаленных и туда нет возможности привести нотариуса нотариальные действия может выполнять данном случае руководитель исправительного учреждения иными словами начальник тюрьмы тоже может соответствующие документы подписывать пользуйтесь знаниями друзья возможно они у когда-то пригодятся но если даже не пригодились помогите распространить мои видео ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите в колокол чтобы не пропустить мало ли что то будет полезно пока